Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» в гостях у нас сегодня психолог и бизнес-тренер Наталья Лебедева. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! Вот, казалось бы, до Нового года еще достаточно много времени, но, тем не менее, люди вот уже сейчас думают о том, как поздравлять близких, любимых коллег, то есть, ну, вот те, кто загодя, а не в последний день, уже сейчас об этом думают. И, ну, вот мне кажется, что это очень хороший момент для того, чтобы подготовиться к празднику, то есть поймать вот это праздничное настроение в поиске подарков. Ведь на самом деле, ну, вот как вы считаете, что лучше, что приятнее человеку, дарить или принимать подарки? Знаете, Алиса, во-первых, мне кажется, что времени совсем мало, да, вот осталось до Нового года. На самом деле, да. Кажется, что еще много, а его всего-всего. Вы точно подметили, что вот настанет 31 декабря, и ты поймешь, что... А ничего не готово. Все пропало, да, много есть комедий на эту тему. А вот по поводу дарить или принимать подарки, был проведен эксперимент когда-то. Большой группе людей дали одинаковую сумму денег, по-моему, там давали по 5 тысяч долларов. И одной группе говорили, что на эти деньги вы можете купить себе все, что хотите. Второй группе сказали, что на эти деньги они подарят кому-то подарки, вот, или займутся благотворительностью. И потом, в конце, когда люди удовлетворили потребности, потратили деньги, измеряли уровень их эмоциональной наполненности и удовлетворенности. И более счастливыми оказались те, кто дарил кому-то подарки. Ну, вот это очень важный момент, потому что нужно понимать, что дарить. Ведь для того, чтобы получить максимальную отдачу, нужно потом увидеть там благодарные глаза и так далее. Вот понимать, что ты угадал. То есть это, во-первых, процесс поиска, во-вторых, вот понимать, что ты угадал, а как это правильно сделать. Ведь люди все разные. То есть, ну, есть люди статусные, у которых все есть. Вот им сложнее всего, наверное, угодить, с одной стороны. Вот, наверное, с этой сложной категории. Вот как у них, и тем более, ну, дорогие подарки делать, это всегда, наверное, к чему-то обязывает. Ну, если не всегда, но как-то так. По поводу обязывать, чуть позже расскажу, тоже был эксперимент. А вот по поводу того, что дарить. Да, в первую очередь нам нужно для себя выработать некоторую формулу. Я бы предлагаю, предложила следующий вариант. Первое, это что бы, как вам кажется, вы бы хотели подарить. Вот все равно у нас есть идея, вот я бы хотел это купить. То есть пропустить это через себя. Через себя. И вот эта идея, она, конечно, возникает из наших собственных фантазий. Так мы дарим детям игрушки, в которые мы не доигрались в детстве и так далее. Но этот фактор тоже надо брать во внимание. Второй фактор, нужно вспомнить этого человека и вспомнить, что бы он хотел, что ему надо. Это, возможно, мы наблюдали, как-то смотрели, слушали, были внимательны. Или, возможно, что-то он хотел, но откладывал на поток. Да, то есть изучение другого человека и понять, а что же ему надо. То есть мы говорим, первое, что я хочу подарить, что этому человеку надо. И сюда мы приплюсовываем еще третий фактор. Могу. Потому что вот это хочу и надо может не совпадать со стоимостью. Надо вообще это объединить. Да, и вот когда мы объединим, то вот на этом пересечении возникает какой-то хороший идеальный вариант. Мы пишем варианты подарков, чего бы я хотел подарить такому человеку, если бы я была на его месте. Потом второй вариант, мы подумаем немножечко о нем и что ему реально надо. Смотрим, где идет зона пересечения. Вычисляем ценовой критерий для себя, что мы можем позволить. И вот из этой позиции выбираем какой-то подарок. Вполне такой четкий алгоритм, технический, можно сказать. Вот вы сказали о подарках, которые обязывают. То есть вот действительно бывает, что тебе дарят какой-то безумно дорогой подарок, что же неудобно становится и кажется, что... Опять же, нельзя человека точно так же поставить в неловкое положение. Вы сказали о каком-то исследовании. Да. А вообще, на самом деле, все подарки обязывают. Даже самые... Даже самые не видно. Сейчас расскажу об этом исследовании. Безумно интересный эксперимент. И совершенно недавно он был проведен. Сделали как будто бы... Такое поле, как будто бы проходит испытание, тестирование людей. И в одну комнату сажали двух человек. Один был подсадной, другой был действительно испытуемым. Им давали ряд тестов на нейтральные вопросы по социальной жизни и все остальное. Во время эксперимента один из участников, подставной, выходил в коридор, якобы там покурить или ответить на мобильный телефон, и возвращался с двумя стаканчиками кофе. Говорю, там внизу кофе-автомат, я решил купить себе и вам в подарок. После того, как они заполняли тесты, тот, кто подарил кофе, говорит, вы знаете, вообще я работаю в компании, которая продает лотерейные билеты. Хотите купить парочку лотерейных билетов? И все люди, которые были партнерами в этом эксперименте, покупали лотерейных билетов. Считали себя обязаны. Да, более того, даже чуть-чуть на большую сумму, чем приблизительно стоил кофе. И наоборот, когда то же самое происходило, но кофе не предлагался, люди отказывались, не говорили, спасибо, мы в лотерей не играем. Потрясающий факт. То есть действительно, даже минимальный подарок, который мы дарим, внутренне нас ставит в положение человека обязанного. Поэтому и есть вот эта традиция обмениваться подарками. То есть подарки должны быть все-таки равноценными. Нужно понимать, что человек тебе в ответ готов подарить. Ну вот может быть не понимать. Тут действительно можно попасть в западню, потому что кто-то хотел, помните, удовлетворить свою потребность дарить подарки. Это же тоже его потребность. Плюс еще может быть даже неосознанно иметь какую-то власть над вами, продемонстрировать свое превосходство. У вас другое отношение к подаркам, вы бы выбрали менее стоящий подарок. И здесь важно для себя определиться, должны вы или не должны. Вот потом. Это психологические такие факторы, важно оценивать свои чувства. Потому что если вы чувствуете, что вы будете после этого должны, может быть, если отношения долгосрочные, их нужно продолжать, есть смысл на будущее оговаривать подарки и оговаривать стоимости. Хорошая традиция, когда, например, группа подруг, какой-то рабочий коллектив говорят, давайте у нас все подарки будут в пределах 500 гривен. И тогда каждый уже выбирает подарок друг другу в какой-то ценовой категории. И вот здесь есть действительно чувство счастья от того, что ты подарил, и чувство удовлетворенности от того, что ты принял. Равноценные, равноценные в этой ситуации. Но вот когда мы говорим об оговаривании, тут можно уже перейти на семейные отношения. Ведь с одной стороны, всем хочется сюрприза. Новый год это какая-то сказка, это какие-то... С другой стороны, мы понимаем, особенно в семье, в устоявшихся отношениях, когда есть какие-то бюджеты и так далее, но вроде как-то не хочется, чтобы тратились на ерунду. То есть не хочется получить, если и как минимум не ерунду, но не то, что тебе сейчас вот хочется и так далее. Вот как вот в этой ситуации красиво выйти, так чтобы и сюрприз получился, и все-таки вот ерунду не получить? Ну, конечно, чаще всего это вопрос к мужчинам, да, вот больше, чем к женщинам. Потому что женщины интуитивно все-таки более правильно делают подарки. А вот для мужчин... Женщины более внимательно, они присматриваются, смотрят, вот что ему хочется. Более того, смотрите, мужчине легче делать подарок, потому что мужчины лаконичны, соответственно, мы им дарим что-то, что технически будет полезно, понятно, применимо. То, что ему необходимо в этот момент, да? Да, да, то есть мужчины более благодарны в плане подарков. Главное, чтобы это не было что-то очень сложное или что-то очень дорогое, потому что вот как раз чувство долга за подарок мужчина будет испытывать. И не дай бог, ваш подарок оказался дороже его. Дороже, чем его. Почему? Потому что как, особенно на этапе вот начинающихся отношений, женские подарки мужчин пугают. А женщины эмоциональные, они наоборот спешат покупать подарки. Да, они щедрые, они хотят. И это щедрые, да, на все на свете. Заботы и так далее, все это проявляется в подарках. Это иногда бывает очень плохой службы играет на начальных этапах отношений. То есть в этом плане нужно себя контролировать. А ну вот если мужчина прост и лаконичен, то женщина, женщина наоборот, она вроде бы чего-то хочет, но она же напрямую об этом не говорит. Она начинает там намеки, а потом вот эти вот намеки мужчина не понимает. Да, и в итоге получается совсем не то, о чем она намекала. Она могла рассказывать там вот, а вот там у кого-то там что-то, ну ладно, у кого-то что-то. Ну и пусть. То есть он не понимает, что это намек. Вот как женщине, вот мужчине, ну скажем так, намекнуть так, чтобы он понял. Либо пустить все на самотек. Смотрите, вот здесь каждая пара, она как бы устанавливает свои традиции. И один из действительно классных вариантов, это когда женщина достаточно понятно проговаривает категорию, сегмент желаемого подарка. Это украшение, или это там белье, или действительно что-то для дома, для интерьера. Для нее это будет ценно, и в принципе в этом нет ничего плохого. А мужчина уже выбирает на свой вкус, и соответственно в этом будет элемент сюрприза. Если же пара давно устоялась, да, и женщина знает, что он как выберет, так потом она вот вместо сюрприза будет разочарование, то здесь есть второй вариант. Действительно купить то, что просили, четко и понятно, и к этому добавить еще великое чуть-чуть. То есть маленький сюрприз. Еще что-то, чего не ждали. И очень важно, красиво, необычно, изысканно, не полениться, уделить этому время и деньги упаковать этот подарок. Потому что смотрите, что происходит. Когда мы дарим подарок, по большому счету мы ждем эмоцию. И вот когда тебе дарят подарок вот так вот понятно, то эмоция тоже, она может догонять. И может быть непонятно. Когда ты должен распаковывать, эта эмоция, она создается. Зреет. Зреет, да. Ну что там, ну как там, ну интересно, ну вот здорово. И первая эмоция, любая вообще упаковка подарка, она автоматически, ну это подарок, это счастье. Наталья, а как дарить вообще, как преподносить подарки? Там кто-то может оставить под елочкой сюрприз и потом вот смотреть, наблюдать за реакцией. Кто-то наоборот будет рассказывать, сколько эмоций он вложил там в поиск этого подарка. Ну это нормально в принципе. Да. То есть вот на самом деле, чем сопровождать дар? Вот тут уровень фантазии безграничен и желательно ее применить. Важно, что, когда, кстати, мы выбираем подарок, это одно из дополнений. Понимать философию подарка, что вы вкладываете, какую идею. Условно говоря, что принесет этот подарок с собой в жизнь человека. И вот классно, когда подарок дарится с сопроводительными словами какими-то. И вот тогда слуховой, да, канал воспринимает информацию, визуальный, а мы же еще берем в руки, и тактильный. По сиям сошелся, и вот все происходит. Происходит некое такое якорение, ощущение праздника, пожелания, которое вложено в этот подарок, да, и идея, что все получится. Вот это здорово. Подумайте, что вы хотели бы пожелать вместе с подарком. И вот тогда цена будет, может быть, гораздо более ценной, чем она есть по факту. А вот эта вот нематериальная цена, она может тоже себя, тоже обязывать к чему-то? Ведь мы понимаем, что подарок может быть сделан, например, своими руками, но человек там полгода его там вышивал или еще что-то делал. Ну, действительно, вложил в него огромный труд, усилия, эмоции. Вот, и это действительно дорогой подарок. Вот он такой подарок тоже обязывает? Ну, не знаю, тут опять же зависит от того, кто принимает и насколько этот человек, по сути, ценит труд и вообще любит быть обязанным. Знаете, вот есть люди, которые себя считают всем должными, всему миру, вот, а есть кто никому не должен. Ну, любой подарок нас, мы помним, хоть немного, да, обязывает. Сейчас как раз ценность хендмейда возросла глобально, то есть это популярный вид подарков, а хороший элемент это всегда подтверждение детские подарки. Правда, они нам очень ценны. Безусловно. Да, вот детские подарки, да. А когда взрослый человек вкладывает свои усилия, конечно, тут тоже важно не проявить чрезмерный эгоизм. Если вы любите вышивать крестиком, а у вашей подруги стиль интерьера такой, что там, ну, ничего похожего нет, да, и она никогда так не одевается, и она, может, и рада была бы куда-то, но будет вынуждена положить просто в шкаф, то, наверное, это ваша самореализация, пусть она будет актуальна для того, кто сможет это оценить. Нам всё равно надо, опять же, вот эту формулу вспомнить. Хочу, могу, надо, насколько надо человеку то, что вы ему предлагаете. Ну, вот есть ещё одна категория людей, это, ну, как правило, это пожилые люди, это наши там мамы, тёщи, свекрови, которые тоже вот, они очень сложно иногда принимают подарки, особенно если это подарки дорогие, то есть в первую очередь, зачем вы тратите столько денег, там, или ещё что-то. Хотя это могла быть, в общем-то, довольно-таки нужная вещь, вот, если это просто что-то красивое для интерьера, то вот вообще оно будет поставлено на полку и так далее. Вот как с этими, вот как с этими, как этим людям выбирать правильно подарки? Вот я думаю, к этим людям особенно важно правильно рассказать, что вы дарите и зачем, и рассказать ценность для вас того, что это будет использоваться. Например, мама, мы хотим приходить к вам в гости, видеть, как вы укрываетесь этим одеялом. Или мама, когда я покупала там эту одежду, я уже представляю, как будет красиво, когда ты с нашим ребёнком пойдёшь в этом гулять. Ну, вот что-то такое, нарисовать как бы картинку визуально, как мама, папа будут пользоваться этим подарком, какую идею вы в это заложили, и прям сакцентировать внимание, что вы проконтролируете эксплуатацию, использование того, что для вас это важно. Ну и, наверное, тут вот даже, опять же, вот для себя важно, то есть глядя вот на наше старшее поколение, понимать, насколько важно вот это умение принимать подарок. Это проблема вообще. Действительно, нас учили, как говорят, потерял не плачь, нашёл не радуйся. Вот почему-то есть вот эта идея. А ведь, смотрите, как раз, когда мы дарим подарок, по большому счёту, ценность всего этого процесса, это в реакции, которую мы получаем. Мы-то хотим реакцию. И вот у женщин бывают проблемы, почему они вроде как реже получают подарки, чем хотят от своих любимых. Да потому что, когда он даже подарил, иногда не попав, была сделана такая мимика. В следующий раз он уже не хочет дарить. То есть, и потом он боится, да, вдруг опять не будет радости. То есть, очень важно при получении подарка продемонстрировать искреннюю радость и понять мотив, да, если даже подарок не совсем тот, который вы хотели, попробуйте сразу же найти идею, а что там было заложено. Что этим подарком хотели сказать. И выдавайте эмоцию. Хотите получать больше подарков, с благодарностью принимайте то, что есть. Я благодарю вас за эту беседу. Сейчас действительно прекрасное время для того, чтобы создать это новогоднее настроение. То есть, охота за подарками, поиск идей, поиск каких-то возможностей для того, чтобы вызвать улыбки у близких, у друзей, у коллег. Это замечательное время, которое, мне кажется, здорово предваряет, собственно, новогодний праздник. Поэтому я благодарю вас за эти советы. Я надеюсь, что вот это время будет потрачено не даром. Никого не забыть. Да, никого не забыть. Уже надо подумать о списках. Да, готовим списки. Я благодарю и напомню, что в гостях у нас была психолог и бизнес-тренер Наталья Лебедева. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!